День с толком Жильцам дома на Партизанской придется съехать. Людям дали пять дней на сбор личных вещей. 19-летним обещанином задержали за финансирование терроризма. В управлении ФСБ сообщили, что молодой человек спонсировал террористическую организацию из Украины. В прислужбе регионального ФСБ сообщили, что житель Бийска перевел виртуальные деньги на покупку террористической организации беспилотников и военного оборудования для ведения боевых действий против России. Суд избрал обвиняемую меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделением у ФСБ России по Алтайскому краю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение. Свою вину в содеянном житель региона признал. Жителям дома по улице Партизанская, 70-Б, где обнаружили множество трещин, дали пять дней на сбор личных вещей. В здании 12 квартир, фактически в них проживали 16 человек. Напомним, в Барнаульской двухэтажке 1957 года постройки ввели режим повышенной готовности. Вечером 15 января жильцам пришлось экстренно эвакуироваться, так как в здании обнаружили новые трещины. Добавим, что официально оно не было признано аварийным. Однако теперь дом создает угрозу жизни и здоровью людей. Забирать свои вещи жильцы смогут в сопровождении полицейских и спасателей ежедневно выделенные временные окна с 10 до 12 часов и с 18 до 20 часов. К другой теме. Дальнейшую судьбу памятника Алёше, прообразом для которого послужил алтайский фронтовик Алексей Скурлатов, определит народный референдум в Пловдиве. Его мэрия сообщает портал «Бургаз». В ближайшее время посчитает, во сколько обойдется проведение референдума и демонтаж монумента. Выходит, вопрос о судьбе Алёше из повестки парламентской сессии депутаты Болгарии исключили, но окончательную точку в нем не поставили. Между тем, Госдума России накануне сделала отдельное заявление по данной инициативе. А общественность Алтайского края задумывается о том, не перенести ли памятник в наш регион. Специальный репортаж на эту тему смотрите. Елена Макаренко продолжит. В 2014 году, 10 лет назад, я приезжала в Налобиху, чтобы сделать сюжет о том, как известному местному жителю Алексею Скурлатову про образу памятника Алёше вручали награду Болгарии от благодарных жителей. Но сегодня ситуация демитрально противоположная. В Болгарии предпринимается очередная попытка снести известный монумент. Этот вопрос на рассмотрение парламентом города Пловдив предложили внести два депутата. По последней информации, 17 января городское собрание рассматривать его все же не будет. Но парламентарии настаивают на том, чтобы вернуться к нему после народного референдума. Вот уже неделю, как на родине известного алтайского фронтовика в селе Налобиха за новостями из Болгарии следят куда пристальнее, чем за остальными. Сообщение о том, что власти Европейской Республики намерены демонтировать знаменитый памятник Алёше, снос которого в прежние годы запретил суд Болгарии, вызвало у людей негодование. Все действительно очень возмущены. Село буквально всколыхнуло этой информацией. Мне звонили люди, они спрашивали, вот как, Лена Николаевна, что. И вот, знаете, мы все очень надеемся, что Алёша будет жив в Пловдиве, что памятник будет стоять. И он станет символом этого города, останется. Мягко говоря, неприятные чувства испытала и дочь алтайского фронтовика Алексея Скурлатова. Журналисты в доме Нелли Куйруковой сейчас частые гости. Никому не отказывает в надежде на то, что с помощью СМИ удастся и в четвертый раз отстоять гранитного Алёшу, памятник советскому воину-освободителю. Почему перестали уважать вот этого другу русского солдата и снести его, этот памятник? Болгары собирали деньги, его строили болгары, помогали наши русские. Все это сделано руками болгар и вдруг вот так? Обидно, обидно. Дочь Алексея Скурлатова много рассказывала о том, с какой любовью народ Болгарии относился к нашим фронтовикам. Алтайского Алёшу в Пловдиве встречали очень тепло. Рядовые жители к ногам бросали розы, власти города награждали. Самый дорогой, самый бесценный подарок – это медаль почетного гражданина города Пловдива. Круглая медаль. И так Алексей Иванович и ушел в мир иной почетным гражданином города Пловдива. В этом чемодане больше 10 тысяч писем, каждая третья из Болгарии. Такой была дружба народа в послевоенные годы. А сегодня несколько болгарских депутатов решили. Время иное, а скульптура советского солдата-освободителя морально устарела. Алтайский военный историк Дмитрий Вейн такие заявления считает глупыми и недальновидными. Снос памятников, он ничего не меняет. Если они такое решение примут, то оно напрямую нарушает ряд договоренностей между Россией и Болгарией. Где мы взаимно обязались сохранять, ухаживать не только за воинскими захоронениями, но и вообще за всеми культурными объектами, ценностями, которые связаны с историей Болгарии, либо с историей России. У нас памятники, связанные с историей Болгарии, не то что не сносились, даже не поднимались такие инициативы. Вопрос о переносе памятника прозвучал во многих СМИ. И его в итоге исключили из повестки парламентской сессии, назначенной на 17 января. Когда пройдет народный референдум, пока неизвестно. Но информационный портал «Бургас» накануне сообщил. В ближайшее время мэрия посчитает, во сколько обойдется его проведение и демонтаж монумента. Но представитель Фонда устойчивого развития Болгарии уверен, народ республики не допустит вандализма. Обычные рядовые люди, они встали бы на его защиту? Конечно, конечно, конечно. 75-70% болгарского народа за сохранение всех памятников. Вы посмотрите в обращении. 70% болгарского народа за сохранение все памятики русско-турецкой войны и памятики нового времени. Считайте, что болгарский народ в обществу за сохранение памятников. Тем не менее, судьба Алеши пока не определена окончательно. В России его сегодня защищают уже на государственном уровне. Так накануне Госдума приняла заявление, в котором осудила инициативу властей Болгарии демонтировать памятник. Один из депутатов при развитии худшего сценария предложил перевести скульптуру в нашу страну. В Алтайском крае такую идею обсуждало музейное сообщество. Но вот многие общественники задаются вопросом, как перевести, пусть и разобранный на части, 11-метровый памятник с 6-метровым постаментом. Я считаю, что это неправильно. Памятник должен стоять там, где его установил народ в 1957 году. Если уж встанет вопрос о том, чтобы этот памятник разрушить полностью, лучше, конечно, его забрать и установить в каком-то из замечательных наших городов. Можно у нас в Барнауле, у нас места есть, там, где город трудовой доблести, это прекрасная стела стоит. Наверное, уместно будет и этот памятник поставить, но он огромной высоты. Буквально пару часов назад стало известно, что в Пловдиве люди вышли на протестную акцию к зданию мэрии в защиту памятника. К слову, дочь Алексея Скурлатова уверена, что простой народ Болгарии и на этот раз не даст обидеть Алешу. Алеша, Алеша, зовет над горою, Алеша, Болгарии русский солдат. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Под ударом метеозависимые. Уже несколько месяцев жители Алтайского края страдают от перепадов температур. Крепкие морозы сменяются потеплением с дождем и наоборот. Такие качели выдерживают не все. Как не потерять здоровье, выясняла Валентина Аскерова. В последние дни вы могли отмечать, что у нас погода в Алтайском крае то плюсовая, то минсовая. На этом фоне какие-то отмечали изменения? Очень большие. Головокружение, у меня сердцебиение большое. А еще боли в суставах и скачки артериального давления. Температурные качели, которые всю зиму не покидают Алтай, влияют на самочувствие метеозависимых людей. В этом году особенно сложный год? Очень, очень, очень. Почти что каждый день и через день. Солнце хорошее, значит и я, наверное, чувствую себя. Как только солнце спряталось, буря, ветер начинается, я уже начинаю с головной боли уходить. В 10-й Барнаульской поликлинике резкий рост обращений. Погодный маятник приводит к обострению и усугублению хронических заболеваний. Также я не удивлюсь, если в других поликлиниках и в других лечебных заведениях у нас по Алтайскому краю очень большой наплыв именно больных с бронхиальной астмой, с хоббл. Всем не секрет, что бронхиальная астма и хоббл у нас имеют сезон обострения весна-осень. Сейчас, к сожалению, у нас находится пик такой, что мы просыпаемся один день у нас как весна, тепло, а следующий день у нас как осень. И вот эти больные наиболее уязвимы и требуют особого внимания. Люди с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в нестабильную погоду тоже должны тщательно следить за собой, измерять давление, посещать терапевта. Метеозависимость, конечно, не лечится, но болезни, которые обостряются на фоне смены погоды, стабилизируются правильной терапией. А еще в такие дни врачи советуют жителям больше отдыхать, есть меньше соли, делать легкую зарядку и чаще гулять. Но аккуратно, на дорогах скользко. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. ДТП с участием пяти машин произошло сегодня в Барнауле в 6.30 утра. 61-летний водитель Лады Гранта при выезде со двора на Павловский тракт не уступил дорогу и врезался в опелястро, который двигался по главной дороге. Удар отбросил Ладу навстречу, где она столкнулась с еще тремя машинами. В результате ДТП пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Жильцы барнаульской многоэтажки не могут спокойно жить и спать. Все из-за шума и вибраций, которые, по их мнению, исходят от завода неподалеку. Данил Кузнецов продолжит тему. Такие огромные трещины в 140-м доме по проспекту Ленина появились не только из-за старости. Жильцы уверены, основная причина быстро расползающихся щелей – ударно-волновое воздействие, исходящее от завода механических прессов. Другого источника мощных вибраций люди не находят. Расположено предприятие примерно в 300 метрах от хрущевок. Жалобы длятся уже 10 лет. В последние года два, когда на завод механических прессов, вот в цех, который стоит строго напротив нашего дома, завезли мощное кузнечно-прессовое оборудование, проблема усугубилась. Ударно-волновое воздействие стало мощнее из-за того, что прессы мощные. Самый мощный на заводе – вот этот молот, наносящий 65 ударов в минуту с весом падающих частей 5 тонн. Вкупе с другим оборудованием помельче он воздействует на жилые здания. Буквально три года назад, по словам председателя дома, здесь не было таких трещин. Где-то они так разрослись, что начали пропускать тепло. В итоге управляющей компанией пришлось заделывать дыры. Ну, оно прям долбит, долбит. А плюс перекрытие в доме деревянное, и поэтому получается, что из потолка стал шлак сыпаться. Это уже речь про дома через дорогу. Там ущерб не так значительен. Однако, помимо осыпавшейся штукатурки, можно обнаружить пару трещин. И это лишь часть проблемы. Вместе со зданиями потихоньку разрушается здоровье жильцов из-за недосыпа. Не спится. Потому что, если начнут в 12 или в час ночи, там, начинают все это по часу, представьте себе, ты просыпаешься, уже сон теряется. Оно и днем, и ночью, особенно ночью. У меня и шкаф стучит по всей ночи, и посуда бринчит по всей ночи. Спать невозможно. Диван ходит ходуном. Жильцы проблемных домов обратились в Роспотребнадзор еще год назад. Проверка подтвердила запредельный уровень шума. После этого, по словам людей, завод притих. Но лишь на полтора месяца. Измеренные уровни вибрации в спальне и зале с учетом расширенной неопределенности составили от 63 до 63,8 акустических децибел при предельно допустимом уровне 62 акустических децибела. ООО «ЗМП» вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Директор завода механических прессов нам в комментарии отказал. Однако стало известно, что Барнаул Трансмаш также использует молоты. Притом, они еще более мощные. Однако, находятся в промзоне, поглубже, вдали от домов. Так что, сильных проблем с ними нет. Барнаул Трансмаш были проведены мероприятия по производственному контролю. В указанное вами время уровень шума и вибрации от работы оборудования не превышают установленные санитарными правилами нормативы. Помимо Роспотребнадзора, жильцы обратились в прокуратуру. Ответа от правоохранительного органа пока не поступило. Не исключено, что дело может дойти до суда. То есть, там Роспотребнадзор у нас пишет в ответе о том, что не может провести мониторинг в течение суток, да, то есть, он там эпизодически только контроль производит, ну, в рамках судебного спора можно провести и суточный мониторинг. И, соответственно, выявить все степени вибрации, пики и так далее. И уже эти материалы могут лечь в основу дела по возмещению ущерба. Если Роспотребнадзор вновь зафиксирует превышение уровня шума, заводу грозит внеплановая проверка. Кроме того, эксперты не обнаружили проекта санитарно-защитной зоны УЗМП. За это в будущем предприятия могут обязать выплатить государству 100 тысяч рублей. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Проект Каменского района по поддержке трудных подростков вошел в сотню лучших на Всероссийской муниципальной премии служения. Награду представителям района вручили в рамках общероссийского форума «Малая Родина. Сила России», который завершил свою работу в Москве. На проект каменцы получили почти 2 миллиона рублей после победы на конкурсе фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти средства оформили каворкинг-зоны в семи образовательных учреждениях района, разработали систему профилактики правонарушений среди трудных подростков и их реабилитации. Курс реабилитации прошли 75% юношей и девушек. За проект «Мой курс» многие голосовали на сайте, и он вполне мог победить в своей номинации. Но самое важное считают муниципалитетию, что в Каменском районе снижается число преступлений, совершенных несовершеннолетними. В баскетбольном клубе «Барнаул» до сих пор не верят в трагическую гибель нападающего команды Антона Петухова. На сегодняшний день прошло больше двух недель с того момента, как парень пропал. В каком состоянии его коллеги и что происходит в других командах? О новостях спорта расскажет Дмитрий Дроздов. Баскетбольный клуб «Барнаул» прямо сейчас неожиданно успешно выступает в Суперлиге. Команда идет на третьей строчке в турнирной таблице. Скамейка запасных и перед сезоном была не длинной. А когда в клубе произошло ЧП, пропал игрок команды. Играть парням стало тяжелее. Как команда может воспринять? Даже комментировать нечего. Все опустошены и не понимают, и не могут вообще до сих пор поверить в это. Антон Петухов, игрок баскетбольного клуба «Барнаул», на каникулы уехал в родной Красноярск. По предварительной версии, утром 30 декабря парень ушел из дома и не вернулся. Позже молодой человек, похожий на пропавшего, появился на Октябрьском мосту. Одна из камер зафиксировала его падением в Енисей. Поиски Антона продолжаются. Он успел сыграть за нашу команду 6 матчей. После начались проблемы с коленом. Клуб даже помогал с лечением. Я вообще в эту ситуацию не верю. Это один из самых адекватных людей, трудящихся, который никогда не был замечен. Как там говорят. Я не читаю там комментарии ни в алкоголе, ни в дисциплине, ни в гулянке. Идеальный человек. Идеальный человек. Поэтому, повторюсь, пока комментировать ничего нельзя, пока не будет официальной информации. Для меня это пока слухи. В самом разгаре сезон у хоккейного клуба «Динамо Алтай». Прямо сейчас наши ребята готовятся к домашней серии, которая стартует уже завтра матчем против «Горняка» у ГМК. На сегодняшний день наша команда 18-я в турнирной таблице. И главная темная лошадка чемпионата. В матчах против явных лидеров выигрывает, а вот против аутсайдеров теряет очки. Недавно «Динамо Алтай» обыграл «Красноярский Сокол». Парни молодцы. Начали очень тяжело. Дважды догоняли в счете. Сыграли терпеливо. И хоккейный бог нас вознаградил. И в завершение футболе игроки «Динамо Варнаул» готовятся к новому сезону. Но пока без целей. Команда на стадии формирования и с новым тренером. В клубе пояснили, что задачи поставят, как будет известен состав команды и будущие противники. А вот у мини-футбольного клуба журналисты «Алтая» задача не меняется годами. Игроки перешли восьмую по силе лиги из 12 в выходные старт сезона. Дмитрий Дроздов. День с толком. Танцевальный коллектив из Барнаула стал лауреатом престижного конкурса в Москве. На днях там прошла национальная премия «Щелкунчик». Наша съемочная группа встретилась с юными танцорами, чтобы узнать все подробности. Теперь можно выдохнуть. Позади четыре сложных дня. Юные танцоры одной из танцевальных студий Барнаула только вернулись из Москвы. На днях там прошла национальная премия «Щелкунчик» в сфере хореографического искусства. Крупное событие объединило несколько тысяч детей. Среди них выделились барнаульские танцоры, исполняющие хип-хоп и брейк. Ребята стали лауреатами премии третьей степени. Там вообще принимало участие около трех тысяч детей. Около ста коллективов там было со всей России. Из Барнаула там не было ни одного коллектива, кроме нас. И там в основном были современники, эстрада, классика, народники. Уличников было немного. Кстати, к «Щелкунчику» танцоры готовились полгода. На конкурсе, наверное, больше всего запомнился мне гала-концерт. Во-первых, масштабы, которые там были, это было очень круто. Очень много конкурсантов разных абсолютно стилей. И это просто незабываемые эмоции. Сама поездка тоже очень запомнилась. И мне кажется, я ее буду вспоминать всегда теперь. Это было очень весело. И конкурс там прошел тоже отлично. Теперь ребята ждут, когда их выступления покажут на федеральном канале. И, конечно же, готовятся к следующим соревнованиям, ведь теперь они заряжены на новые победы. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...